Боевики группировки «Исламское государство», запрещенные во многих странах, в том числе в России, продолжают нелегальные поставки нефти из Сирии в Турцию. Нефтевозы, оружие и сами террористы пользуются почти 100-километровым отрезком на границе, который слабо контролируется турецкими властями. Об этом уже на официальном уровне говорят в Вашингтоне и призывают Анкару перекрыть этот участок. Журналисты поинтересовались, можно ли остановить эти потоки. По словам пресс-секретаря Барака Обамы, для этого нужно только желание турецкой стороны. Это, конечно, выполнимо. Для этого потребуются решительные действия со стороны турок. Мы имели возможность убедиться, что Турция в состоянии держать под контролем значительные участки своей границы. Но по-прежнему сохраняется небезопасный коридор длиной в 98 километров. Через этот коридор нефть течет на черный рынок. Кроме того, мы знаем, что через него в обе стороны перемещаются иностранные боевики. Лишение ИГИЛ доступа к финансированию – важная составная часть наших усилий. Так что мы бы хотели, чтобы Турция делала больше для защиты границы. К обвинениям в адрес Анкары присоединился и премьер-министр Ирака. Он заявил, что львиная доля нефти, которую боевики добывают на захваченной территории его страны, как и сирийская, контрабандой переправляется в Турцию. Продолжение следует...